В ПГТ «Авангард» ржественно открыли начальную школу. Жителям поселка она была крайне необходима, потому что детям было негде учиться. Раньше их возили на занятия аж в Малиновский район Одессы. Как оборудована школа и во сколько она обошлась поселку и области – далее в сюжете. В ПГТ «Авангард» Смолиновский район трасса международного значения. И, конечно, было очень сложно. Новая школа рассчитана на 100 детей. Пока в ней учатся только два первых класса по 17 учеников в каждом. Ольга Александровна – учительница английского языка. Этому только рада. Потому как классы маленькие, дети все успевают. Каждому ребенку уделяется должное внимание. Ну и процесс идет так, как должно быть. Учатся дети в учебно-воспитательном комплексе, как и положено, с 1 сентября. А новую часть школы открыли только сегодня. Все потому, что достраивали пищеблок, да и вообще доводили помещение до ума. Преподаватель очень квалифицированный. Ребенок уже на втором месяце учебы стал сам заполнять свой дневник, сам собирать свой портфель. Поэтому я очень довольна всем, что находится в этой школе. К слову, питание и группа продленного дня в школе бесплатные. Все это оплачивается из бюджета местного совета. Да и технически школа полностью оборудована всем необходимым. Сегодня в селище Ивангард отбывается историчная подия. Мы сегодня впервые открываем свою собственную, початковую школу. Наши дядечки смогут ходить в комфортную, теплую, хорошую школу. Я очень с этого, как селищный глава, радую. Поверен, что это только початок. Строительство школы обошлось в 11,5 миллионов гривен, но возвели ее достаточно быстро, за год. Это является большим примером объединенного сотрудничества между сельской громадой и областным советом. 75% бюджета на строительство школы было выделено из бюджета областного, 25% из бюджета села Авангард. Останавливаться на достигнутом поселковый совет не собирается. Впереди у них много планов по благоустройству территории, а также открытие полноценной средней школы. Учиться она отлично желает всем первоклассникам. Яна Алиматова, Евгений Руденко и Весь Седьмой канал.